В Запорожье участились кражи коммунальной собственности. В зоне особого внимания злоумышленников провода контактных сетей и крышки канализационных люков, отмечают правоохранители. Последний случай хищения металлических предметов с улиц города милиционеры зафиксировали в ночь на 13 января. Подробности в сюжете. В ночь на 13 января в заводском районе на улице Республиканской неизвестные похитили две крышки с канализационных люков. Подозреваемых в краже правоохранители задержали по горячим следам. Ими оказались двое местных жителей. В УВД отмечают, сейчас устанавливается причастность мужчин к другим аналогичным преступлениям. Сами задержанные своей вины не отрицают. За что вас задержали сотрудники милиции? За люк. Что за люк? Канализационный. Вы украли канализационный люк, да? Да. А украли с какой целью? Сдать на металлолом. Сдать на металлолом? Куда хотели сдать? На прием. На какую? Вниз туда. Один? Нет, там второй. И второй там, да? Кроме крышек, под прицелом у злоумышленников провода контактных сетей отмечают уже в Запорожье электротрансе. За две недели этого года похитители срезали около 300 метров кабелей. На восстановление сетей коммунальщикам пришлось выложить почти 40 тысяч гривен из собственного бюджета. В 2014-м вандалы нанесли ущерб КП в размере 2,5 миллионов гривен, украв около 15 километров кабелей. У нас нечем уже менять эту контактную сеть. Представьте, если бы эти деньги на 2,5 миллиона, которые мы восстанавливали весь год, мы пустили бы, это можно было купить пару троллейбусов новых или хотя бы купить запчасти для наших, так порядка, изношенных троллейбусов и тамваев. Доставляют дискомфорт расхитители проводов и жителям города. Пока специалисты ремонтируют контактные сети, троллейбусы и трамваи простаивают. В связи с этим работники КП просят запорожцев не быть равнодушными и, заметив попытку воровства, сразу же звонить в 102.